Ах... Привет, мои жертвы живительной деградации серого вещества. С вами я, потому что ни с кем больше и нельзя. Вы настолько закидали лайками и приятными комментариями прошлый ролик по Халфе, что я решил сразу же начать снимать ролик по второй части. Тут, кстати, некоторые просили сделать после первой части ролики по двум дополнениям, но я чё-то засомневался. А они вообще канон? Или же как Хиллфайр для первой Диаблы? Или Вов для серии Варкрафт? Ха-ха-ха-ха-ха! Их вроде не Valve делали, а те, кто Барду строил. Знатоки Халфе, а ну-ка черканите в комментарии ваше мнение по данному поводу, а я, если что, потом сниму. Мне вообще без проблем, потому что я пью имба-энерджи! Убер-энергетический напиток, который наполняет меня силой древних атлантов и знаниями шумерских протобелоукров. Я мощь! Лично я советую брать бандлами, потому что это выгодно, разумно, логично, эластично, а бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей и вовсе заставит тебя прошептать? Оу-май! Не забывай использовать именно мой промокод при заказе, и тогда ты получишь еще больше выгоды, тем самым подняв себе настроение. И-и-и-и-ба-энерджи! Переходи по ссылке в описании под роликом. Прежде чем начинать рассказывать вам про игру, разрешите пояснить вам за некоторые забавные факты насчет нее. Во-первых, в свое время я пытался проходить ее на своем олдовом хэбоксе и дропнул ее где-то на середине, потому что из-за молодецкой тупости не особо понял, куда мне идти. Во-вторых, одним из самых первых роликов как раз таки является ролик про второй Half-Life Edge, где я поиграл минут 30 и потом высирался с того, какая это плохая игра и какие ее фанаты говноеды. Не удивляйтесь, я реально раньше был в редкостном дебилизе, не то что сейчас. В этот раз я постараюсь исправиться и максимально адекватно пояснить вам за эту игру. Кстати, я заметил, что многим не понравилась русская озвучка в предыдущем ролике, поэтому я все-таки решил сжалиться над вами и включил озвучку русскую. Я дам тебе, а потом тебе все-таки надо будет уйти. Не благодарите. Все начинается с очередной встречи с нашим старым знакомым псевдочиновником, который снова поясняет нам какие-то высокие Достоевские материи. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Говно, блядь. С конца прошлой игры прошло достаточно много времени, и мы, скорее всего, были в некотором анабиозе за пределами Астрала, России, Млечного Пути и просто снаружи всех измерений. А еще он мне говорит абсолютно то же самое, что мне говорили мои верные подписчики после конца Готики 3. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. Я не имею права отдыхать! Нас снова дропают в какой-то вагончик и вешают совершенно необычный крест. Перевернуть член... Само собой, у нас нет ни оружия, ни нашего костюма, а как мы будем тут все делать, я не понимаю. Видимо, буду по старинке орудовать слюной, рукой, ногой и писькой. Я не заметил, как ты сел. Это ты Светову говори. Мы доезжаем до некого Сити-17 и... Так, я что-то не понял. Откуда такое знакомое чувство безысходности и полного отчаяния? Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17! Сами вы его выбрали или его выбрали для вас. Это лучший город из оставшихся. Это еще что за дед? Местный чиновник? Когда у меня из-под крана перестанет литься моча, скотина ты такая? Я задолбался каждое утро за баллонами с водой ходить. В чем мне варить пельмешки? Мне не отойти. Но это, это все, что у меня осталось. Ка! Проходи, Лиза. Все в порядке, я иду. Черт. Вот негодяй, ничего, я сейчас позвоню в комиссию по правам человека. А, понятно. Чего? Вы что, захватили тех циклопичей и заставили делать грязную работу? Да как? Что здесь вообще происходит? Патруль остановил наш поезд в лесу, и моего мужа увели на допрос. Вот пока ты тут ждешь, там твоему мужу в туза гроулят. Но ничего, на, держи сапог. Насколько я понимаю, город оккупирован какими-то челиками. Но кем и почему? Неужели это произошло после случая на Черной Мезе? Именно, Бебебс. Случай на Черной Мезе привлек внимание инопланетной организации под названием Альянс. И те решили воспользоваться удобным случаем и захватить Землю. Война могла уничтожить планету, но тот белобрисый дед уговорил Землю сдаться в рабство. И из-за этого деда наградили должностью админа Земли. Чел, ты... Иди, блядь, пока не поздно, психиатр. В какой-то момент меня выцепляют негодяи и ведут на допрос с пристрастием. И судя по гиги-кологическому кресту, я знаю, как они будут нам в душу лезть. Но everything going better than we expected, как говорится. Одним из негодяев оказывается наш знакомый челик. Я должен тебе пиво несколько. Гордон, это я, Барби. Новый нежный и очень вкусный бисквит. Насколько я знаю, этот гражданин является главным героем дополнения для первой части. Но думаю, мы его полную предысторию узнаем совсем потом и в другом ролике. Барнислав доносит о нас некому доктору Клейнеру. Боже мой, Гордон Фримен. И они оба решают, что нам надо встретиться на конспиративной хате. Он вытворяет нас пинками из окна. Облива. А мы идем дальше навстречу приключениям. Подними эту банку. Конечно, конечно, господин. Я сказал. Ха-ха-ха, чумырла деспотская. Я потом еще в горе смот зайду эту банку, тебе в анал запихаю. Че вы везде харю этого деда распихали? Кстати, местные красоты радуют. Видно, что разрабы нанюхались атмосферы западной Европы и решили с лихвой этого запихнуть в игру. Проблема в том, что таким макаром не совсем понятно, где мы находимся. Уж точно не в Америке. Пока что геймплей, но чисто халфа один, но без пушек. Также надо везде лазать, бегать и параллельно смотреть на историю, которую нам подают в виде окружения и NPC. Вот так всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Вы издеваетесь, вы этого пердуна еще и по телевизору смотрите? Вам совсем делать нечего? Смотрите и учитесь! В итоге наш поход по Крущевкам свелся к тому, что за нами устроилась самая настоящая погоня с перестрелкой. Буквально нам дали пару рожек, как вдруг, откуда ни возьмись, появляется монгольская европейка, которая нас спасает. Полагаю, ты... Гребаный коммунистик. Полагаю, ты... Фримен. Нет, блин, купец-бокалейщик МГР Вар Эм Рейс. Нам надо спешить. Ее зовут Алекс Суэнс, и она что-то типа местный вайфус, чьим голым телом балуются кумеры и сообщества игры. Кстати, именно она поясняет нам, что тот дед это доктор Брын, который в прошлом был главным администратором черной мезы. Давай я куплю тебе воды. Дама провожает нас до тайного логова, где мы встречаем доктора Клейнера. Боже, Гордон Фримен. Не нужна нам даже ванная джакузи, когда есть программа «Позвоните Кузи». Все, включая Барни, рады нас видеть, и на таких радостях дают нам убер-мега-мощный костюм, который даже лучше костюма из первой части. Потому что у него седалище еще не пропержено после хэткрабовых пельмешей. Вроде бы все идет относительно неплохо. Нас знакомят с Элайом Венсом, который сразу после каскадного резонанса отправил нас за помощью. Нас вместе с Алекс хотят отправить телепортом до самого Элая, но тут сразу же срабатывает любимый прием Valve, который они используют в данной игре слишком часто, я бы даже сказал. Этот прием называется, и тут все пошло по пиздорожью. Снюс мы спокойно отправили, но с нашей отправкой случается обидный казус в виде личного сексуального раба, беззубого хэткраба доктора Клейнера. Нас метает туда-сюда в разных измерениях и даже закидывает к самому доктору Брину. Благо нас спасают от неминуемой гибели в телепорте, но к несчастью мы никуда не телепортировались и нам надо чапать Дейлай пешочком, потому что иначе никак. Тут и начинается полноценная игра. Барни дает монтировку, призывает глянуть на прекрасные виды и мы убегаем, попутно лавируя в этих лабиринтах игрового дизайна. Помогите! Остановитесь! А ну отстаньте от мирных аполитичных граждан! Зря вы, ребята, около бочек так удачно приземлились. Стрельба здесь, конечно, приятная, тут нет расчлененки и прочих брутальных эффектов, но убивать болванчиков от этого не менее забавно, скажу я вам. Господи боже! Это ты мне говоришь? Рядом с тобой дебил одноглазый убегает, а он тебя электроэнерджи запиндюрит. Это временно. Судный день альянса настал. Хммм. Похоже, в этой игре они стали мирными. Но почему? Боже, еще больше вопросов, которые по своей странности перекрывают вопросы из прошлых частей. Крак. А где? Кркарыч. Озон, выплюнь кешу! Умористический канал Бэйбэй. Мы не повторяемся. Мы следуем традициям. Я рад, что нам тут, как и в первой части, дают иногда постоять за пулеметиками. Дает ощущение, что я комиссар, расстреливающий трусов, бегущих назад. Смотрю, в этой части разрабы по максимуму используют физические возможности движка. Сейчас это, конечно, вызывает приятные эмоции, но боюсь, нам в дальнейшем будут давать какие-нибудь супердушные головоломки, связанные с физикой. Да почему я перепрыгнуть-то не могу? А, я кирпичей сюда накидал все, которые нашел, а жирные ляжки все равно не долетают. А вот с этим летающим жмыхом я чую еще... Ой-ой-ой-ой. Конечно, мне порой действительно не хватает нового игрового экспириенса, но вот эти садистские бейсбольные издевальства это уже молясь перебор. Одним из радикальных методов борьбы против постанцев являются австралийские капсулы с маргиналами. Воздух! Нас обстреливают! Деньги Плати Метод, конечно, сомнительный, но супротив анимешников самое то. Дабы мы быстро добрались до Папаши Снюса, который сейчас чилит прямо в восточной черной мезе, повстанцы дают нам напрокат катер особого ордского производства имени Рос Дака Дака. На нем мы будем пересекать загрязненные воды, которые выглядят прямо как типичные провинциальные речки Вонючки. То, что я вам сейчас скажу, не является упреком в сторону игры, а скорее беспокойством. Игра поделена на главы и каждая глава длится достаточно долго по времени. Я бы даже сказал, что Valve иногда почти что перебарщивает с какими-либо геймплейными отрезками. Прямо как Кодзима со своими кост-сценами. Мне очень понравилось гонять на этой вундервафле, но в какой-то момент я подумал, блиин, хочу уже что-то другое. Игра угадала мои желания и дала мне пидстоп, где заботливые чилобранчики присобачили на катапарам-пам-пам пушку и отправили дальше в плавание. Спасибо, Valve. Прямо вот то, что нужно. Когда я уже был готов разозлиться, игра поставила меня против босса вертолета, который, кстати, уже успел меня покошмарить во время путешествия. Ага, получи чмо пилотное. Блиин. Какая же офигенная игра. И вот мы добрались, путь был не близок, да и я недалекий. Тут игра нас мигом знакомит с новыми персонажами. Кортен Фримен? Это вы? Вы добрались так быстро? Одна из них это негая фригидная тянка Джудит Моссман, которая выглядит как будущий околопредатель. Запомните главное правило. Если в произведении есть недотраханная дама средних лет, значит она, скорее всего, совершит лютый косяк. Да, послушайте меня только. Я говорю, как юная аспирантка. Вся банда в сборе, и вроде бы даже донёсся аромат мира и покоя. Илай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Так-так, в последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. О, Гордон, в Артигонте сказали, что ты уже здесь. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Алекс зовёт нас почилить с гравипушкой и её робофуридогичем. Вот, кстати, киберфури я бы ещё заценил. А не вот это мохнатое озабоченное убожество. Не-не-не-не-не. Мы чилим, чилим, как вдруг случается набег врагов, и типичный валвовский приём всё пошло в сторону Рязани. Алекс убегает, но проход между нами заваливает, из-за чего она говорит нам бежать через мирный советский рабочий посёлок Рейвенхольм. Но что может пойти не так? А всё может пойти не так. Я ненавижу этот отрезок Рейвенхольм. Пусть будет проклят, тот, кто вообще придумал его. Тут игра превращается в ужастик, причём в страшный такой. Дело в том, что Рейвенхольм раньше был шахтёрским городком, который в своё время бомбили капсулами с хэткрабами. И вроде бы чё такого, но такого очень даже чё, ведь с бомбёжкой ребята, мягко говоря, переборщили. И теперь тут полно неприятных зомби, которые своим Ормочи даже показывают всё моё отношение к таким геймдизайнерским решениям. Армяне в шахтёрском зомби-городке. Звучит как кино Тарковского. На самом деле, это ещё не самое страшное. Здесь нам представили новые виды хэткрабов. Один быстрый и гадкий, а другой жирный, токсичный и мерзкий. Фу, фу. Мне даже мерзко сейчас просто не уговорить, а играть тогда и тем более было неприятно. У меня буквально были мурашки в районе анального тоннеля, когда я играл в эту гадость. Боже, а может быть что-то ещё хуже? А может, может. Тут есть зомби, который с ног до головы покрыт этими пид... Господи. Я ненавижу эту игру. Ладно, не игру. Но вот этот отрезок точно. Моя жена не даст соврать, я тут действительно чуть до нервного срыва не дошёл. Благо добрый армянин помог. Приветствую тебя, брат. Наконец-то мы встретились. Такое ощущение, что он олицетворяет меня и моих особо поехавших подписчиков. Покойся, дитя моё. Я не держу тебя зла. Добрый отец Григорий таки показал мне путь отсюда, но сам отказался уходить. Я его понимаю. Своих подписчиков не бросаю, какими бы юродивыми они не стали. Прощай, брат. Боюсь, что отправляю тебя в тёмное место. Да светит твой путь светлейший свет. Спаси же свою душу. Хотя ты тот ещё шиз, шо я ппш. Только я в это ступать не буду, я всё-таки нормальный. Да как же задолбали сраные мошонки на ножках. Я скоро как эш поеду кукухой буду гапака давать в кругу этих Кребеславов. Вы могли бы служить в разведке. Вы могли бы играть в кино. Свежий воздух и снайперы на нашей дороге. Благо у меня в прапрапрапрабабушках были деды-хренадёры, так что... Чёрт. Следующая глава нашей истории ещё больше поехавшая, чем может показаться. Повстанцы и Алекс по ящику говорят, что нам нужно гнать. Поэтому дают наши водительские лапы, другую вундервафлю на колёсах и... Теперь мы за рулём. Правда, нам нужно избегать местных богомолов-мутантов, которых называют львами. Эй вы, а если я присуну вам пальчик-колечко, то лев будет не против? Что мне действительно нравится, так это умение Valve создавать нестандартный геймплей во вроде бы обычном шатане. Да, всю главу мы как угорелы будем гнать и всех сбивать, но порой игра вынуждает нас остановиться и исследовать, допустим, с виду безобидный дом, в котором засели сраные, токсичные твари. Я ненавижу эту игру. Пу! Или же порой мы останавливаемся, чтобы помочь работягам, допустим, отбиться от воздушной атаки. Ага! На данный момент наша цель это ново-проспект. Местная тюряга строгого режима, где повстанцев перевоспитывают и меняют их сексуальные вероисповедания в атеризм. Туда же внезапно забрали герболайфа с нюса, местные колхозные деспоты. Мы, конечно, доберемся до сюда, но сначала дружелюбные инопрешленцы научат нас, как правильно повелевать этими песчаными львами путем жамканья, мошонки, убитого нами, убиржука. Они реально ведутся на эти странные звуки. Вместе с этими работягами мы будем штурмовать тюряшку. Разрабы все больше и больше поражают меня, добавляя такие приятные разнообразия в игру. Думаю, если бы мы в течение всей игры просто бы стреляли туда-сюда, то это было бы уже совсем не то. В данной тюрячке содержат опасных постанцев и делают с ними не очень хорошие вещи. Их тут пытаются направить на путь истинный, но немного радикальными, анально-медикаментозными путями. Мы встречаемся тут с нашей няшей Алекс. Отец где-то там, в этом здании. И быстро в темпе вальса находим схваченного ботяню, который такой, Дебрилы, бегите отсюда! А Алекс такая, варежку закрыл, и вместе соглашаемся, что спасать все-таки деда будем. Правда, он просит нас найти Джудит Мосмуд, которую тоже схватили. Но тут внезапно мы узнаем страшную, совершенно неожиданную вещь. Озабоченная лярва обосмам на самом деле предала нас. Мы вместе с Алекс в шоке от такого, но данный шок работает неплохой такой мотивацией, и мы вместе с ней быстро расправляемся со всеми негодяями и мигом добираемся до дуры в белом свитере. Она, конечно же, говорит, что все не так вообще бла-бла-бла, но наша боевая подруга мигом ставит ее на место раком и требует настроить тамошний телепортатор, пока мы тут будем играть в очередной внезапный новый жанр Tower Defense. Ай да вал, ай да молодцы! Внезапно случается очередной сюжетный ход, а-ля все пошло, постирали Парижу. И внезапно Абрисман снова предает нас и телепортируется сама в далекие дали вместе с Элайм, а нам показывает кислый фригидный кукиш. Но мы не отчаиваемся. Вместе с нашей бароней мы тоже телепортируемся, но в данном случае к доктору Клеонеру. Правда, тот шок и говорит вам, что телепортация заняла аж целую неделю, и за это время случилось много странного, необычного и загадочного. Люди, вдохновленные этой ебаторией, начали бунт, а возглавил ее лично Барни, наш старый второстепенный косипоша. Вместе со всей этой оравой нам надо кровь из носу и потом из ПИДРА добраться до цитадели, где сейчас и находится на свай. Тут игра становится самым каноничным штаном без каких-либо головоломок, но и тут разрабы сделали все по-своему оригинально, ибо нам в компанию периодически дают работяг-повстанцев, которые, конечно же, брут как мухи, ну а что вы хотели? Революция, мать его, за ляжку! Правда, в какой-то момент Алекс оглушают и забирают. Гордон, беги! Уходи отсюда! Да мы от нечего делать, идем дальше вперед. Наконец, доходим до Барни, которого кошмарят снайперы. Гордон, сними этих снайперов! Благо у нас в дедушках была бабушка, которая во время Второй мировой Гитлеру прямо в дуло закинула ППШ. Барни в режиме Берсерка вместе со мной захватывает главное здание Альянса, чтобы те поняли, что повстанцы их в рот наоборот, а мы после этого попадаем в саму цитадель. Правда, и тут случается твист. Все наше оружие внезапно дезинтегрируется, кроме грави-пушки, которая неожиданно становится альфа-грави-пушкой. Вот это технологии! Смотрю я на эти инопланетные здания изнутри, чем-то они мне напоминают строение 1986-го. С той разницей, что тут все выглядит уж больно колхозно. Реально, эти захватчики какие-то кометы. Никакой эстетики и красоты в технологиях. Местные культурные ценности я бы сравнил с грязным шприцом, который вызовет только отторжение очка. Из-за этого я не испытываю никакого сопереживания этим злыдням. Фримен добровольно садится в люльку и доставляется прямо на ковер доктору Брину. Не сопротивляйся, бесполезно. Ты ничего не сделаешь, пока не окажешься, где он хочет. Так, это же Гордон Фримен. Что это? Положи сюда. Хм, весьма признателен вам, доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Тот, конечно, ехиничит и рофлет над нами. Он не смог переманить Элая Венса на свою сторону, потому что тот реальный такой кремень и по характеру, и по цвету. Расстроенный Брин решает нас уговорить присоединиться, но внезапно все пошло в сторону обратной стороны Луны. Только не у нас, а у Брина. Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. Моссман предает его, ведь все она делала ради Элая. А раз Элай такой додик, Брин решает его устранить. А Моссман такой расклад тем более не по душе. В итоге все ломается, мы освобождаемся, а кредит Белобрыса убегает от нас с надеждой спастись. Ну вы только посмотрите, какие они милые. Я тебя не оставлю больше, Элай. А спасаться Брин будет телепортацией в те другие миры, где живут захватчики-инопланетяне. Правда, мы с помощью пушки и Аликс мешаем его планом, и тот... Не смей, Фримен, ты не понимаешь, что творишь! ...помирает с криками. Я нужен вам! Да, получилось! Давай, Гордор, мы должны выбраться отсюда. Может быть, у нас все еще есть... Внезапно все время останавливается, и появляется то этот странный чел. Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычная. Чем обманывать вас иллюзией выбора, я сам возьму на себя эту привилегию, если, когда ваше время придет, пять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей боли, доктор Приман. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем и здесь я исчезаю. Нас снова будут ждать приключения, но об этом уже совсем-совсем потом. И это был Half-Life 2. Ребята, а скажите честно, идут ли срачи на тему, какая Half-Life лучше? Не, вы не подумайте, мне обе части сейчас нравятся одинаково, просто для чего же они отличаются? Первая часть, она про трагичное разгильдяйство и последствия, с которыми мы должны бороться. А вторая, она больше про сопротивление против каких-то колхозников. Я буквально негативно воспринимаю Альянс и даже не сопережуя им, потому что в них реально нет никакой эстетики и привлекательности интересов. Гейплейная игра тоже сильно отличается. Если в первой части мы искали пути и лазали где только могли, то тут больше сделан упор на физику и физические головоломки. Да и атмосферные игры сильно отличаются. В первой части такая около-АЭСная атмосфера с примесью вторжения инопланетян. А тут разруха, крущевки и такой легкий шлейф постсоветской атмосферы. Из-за этого я не могу сказать, что эта игра хуже или лучше. Это нечто совершенно новое с множеством жанровых отличий. Но могу смело заявить, что мне понравилось. Сюжет не дал мне вообще никаких ответов и возможно мне все-таки придется играть в аддоны к первой части, а потом еще чекать эпизоды 1 и 2. А там, глядишь, и до двух частей портала. Не-не-не-не-не-не-не-не. Че-то меня занесло. Большое спасибо вам за просмотр. И не забывайте про, ну вы поняли, если будет прям много-много, то там и до вышеперечисленного будет недалеко. А на сегодня все. До скорых встреч, товарищи мои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова